Фабрика «Красный Октябрь» для поселка Каменковичского района предприятие градообразующее. После процедуры банкротства в 2015 году производство пытается встать с колен. Пока не очень успешно. В четверг фабрику посетил губернатор. Для главы региона это не рядовое производство. На «Красном Октябре» он проработал 15 лет. Сегодня главным плюсом, считает Павел Коньков, можно назвать сохранение рабочих мест. В четыре смены отделкой, покраской и нанесением рисунка на ткани занимаются 670 человек. Из минусов условия труда и удручающее состояние самой фабрики. С точки зрения перспективы надо, конечно, очень сильно заниматься. Потому что назвать такое предприятие современным, ну, язык, в общем-то, не поворачивается. Поэтому я дам поручение нашему департаменту и комплексу экономического развития, что все-таки с предприятием нормально поработали. Пусть и рабочие места будут, но пусть и будет, как бы, и внешняя, и внутренняя фабрика современная. Законодательством не предусмотрено участия в программах поддержки предприятий банкротов. А потому «Красный Октябрь» сейчас обходится без кредитов и преференций. Впрочем, модернизировать производство все же собираются. Будут приобретать все необходимое для отделки более широких тканей. Сейчас максимальный размер полотна 150 сантиметров. В настоящий момент планируется перевооружение, установка печатной машины шириной 2,20-2,40 и отделочной линии такой же ширины. До этого нами были установлены линии беления в жгуте. Это порядка двух лет назад. Выпуск узких тканей 90 сантиметров, как, например, это для спецодежды, сокращать не собираются. А вот рабочих мест после переоборудования прибавится. Примерно 20 жителей Вичугского района смогут получить работу на «Красном Октябре». Средняя зарплата здесь 16 тысяч рублей. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Вичугский район.